Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаево-Черкесия. События четверга в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Обработка и производство молока и молочной продукции ведется в три смены. Молоко, сметана, айран и йогурт. Как справляется в условиях западных санкций фирма «Сатурн». Каждая резина рассчитана на свои погодные условия. Водители, которые пренебрегают этим важным элементарным правилам, ставят под угрозу и свою жизнь, и других. В Карачаево-Черкесском исламском институте прошел семинар по духовно-нравственному воспитанию молодежи, организованный в рамках проекта «Точка роста». Вопросы распространения экстремизма в сети интернет, деятельности различных националистических молодежных группировок и религиозных сект обсудили в Северокавказской академии. В Москве состоялась рабочая встреча главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова и министра труда и социальной защиты России Антона Катякова. Обсуждались вопросы реализации мероприятий в рамках Года людей с ограниченными возможностями здоровья в Карачаево-Черкесии. Рашид Тимрезов сообщил, что работа в этом направлении в республике ведется уже не первый год. Так, по программе «Доступная среда» уже адаптировано около 200 объектов. Принято решение о единовременной региональной выплате сотрудникам социоучреждений. 11 человек с инвалидностью по зрению в минувшем году получили новое комфортабельное жилье в современном микрорайоне Черкеска. Также планируется открытие стационарного отделения для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этой части договорились о поддержке со стороны федерального ведомства по оснащению центра новым реабилитационным оборудованием. Рашид Тимрезов обратился к Антону Котякову с просьбой оказать содействие в строительстве психоневрологического интерната в Карачаево-Черкесии. Новая волна санкций в отрасли экономики повлияли в первую очередь на сельское хозяйство. Как санкции отразились на объемах и ассортименте продукции крупного регионального производителя молочной продукции фирмы «Сатурн», каков выход из кризиса и что изменилось на предприятии, узнавала Альбина Ламкова. Крупный региональный производитель молочной продукции – фирма «Сатурн». В ней работает 450 специалистов. Компания на рынке более 25 лет. И накопленный опыт позволяет решать проблемы в любой ситуации. Специфика работы на молочном заводе заключается в том, что процесс прерывать нельзя. Обработка и производство молока и молочной продукции ведется в три смены круглосуточно. Поэтому важно подобрать квалифицированную команду. Меня часто спрашивают, в чем секрет вкуса и качества наших продуктов. Я всегда смело могу ответить, что основной секрет – это качественное молоко. И самое большое наше богатство – это люди, которые работают на нашем предприятии, которые честно, добросовестно и ответственно делают свою работу. Молочное производство – это не только получение сырого молока. Это длинный, многокомпонентный и технологический процесс. В нем большое количество операций. Каждое утро к заводу подъезжают молоковозы. Привозят молоко с собственной фермы. Стоит отметить, что количество дойных коров увеличивается. Отсюда и высокие надои. Производство молока на племенном предприятии зависит от особого тщательного ухода за животными. На стадии приемки из каждой секции молоковоза берут пробу молока и смотрят на соответствие качеству. Затем его распределяют по цехам в производственной зоне. Весь процесс осуществляется закрытым способом. То есть продукт всегда идет по трубам. Это позволяет добиться большей стерильности, а значит немного продлить срок его хранения. В этой емкости обычное белое молоко превращается в топленое с красивым кремовым оттенком в результате пастеризации при температуре 95-98 градусов. Томится оно в течение шести часов. Предприятия перерабатывают порядка 70 тонн молока. Процесс производства относительно быстр. Молоко приезжает в молоковозе, а уже через несколько часов его разливают в соответствующую тару. Готовые бутылочки выезжают на ленту контроля качества. Специальные датчики проверяют правильность уровня продукта, правильность угла наклона крышки, наличие посторонних предметов внутри емкости. Для кисломолочных продуктов распаковка не является последней стадией. После нее они должны пройти стадию охлаждения и вызревания уже в таре. Затем его оценивают в лаборатории. Меряем температуру, замеряем три раза каждое номинование, которое у нас есть. Полученное сырье перерабатывают в популярный не только нашим населением продукт. Он поставляется во все регионы Юга России, также востребовано в центральных регионах страны. Чтобы упаковать молоко, сметану, айран, йогурт и всеми полюбившиеся каймаков в индивидуальную упаковку и довести до прилавка магазина, необходимо пройти несколько этапов, в каждом из которых задействованы импортные составляющие. А резкий скачок курса валют осложнил ситуацию. Все это привело к резкому росту цен на сырье и упаковку. Конечно, все это отражается на расходах компании и в ценообразовании. Мы предпринимаем все возможные меры для нивелирования роста цен. Минимизированы расходы, сокращены расходы на продвижение продукции, маркетинг. Осуществляется поиск новых отечественных и надежных зарубежных партнеров. На данный момент все отрасли производства, в том числе и молочное, ожидают государственную поддержку, что позволит не прерывать планы и проекты производства. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Корчаево-Черкесия, Адеихабльский район. С начала этого года на дорогах Карачаево-Черкесии 9 человек погибли и 75 получили ранения различной степени тяжести. Четыре происшествия с пострадавшими приходится на долю водителей, решивших и в заснеженный период не менять на своих авто летнюю резину. Полицейские рекомендуют всем участникам дорожного движения не пренебрегать правилами безопасности. Подробности в репортаже Артура Махце. Из более чем 60 дорожных происшествий, которые автоинспекторы Карачаево-Черкесии зафиксировали с начала текущего года, четыре объединяет одна немаловажная деталь. Водители решили в период холодов и гололёда оставить на своих авто летнюю резину. И это несмотря на многочисленные рекомендации полицейских, которые и ранее располагали неутешительной статистикой подобных случаев. Чтобы такого не было, техническим регламентом предусмотрена замена резины с летнюю на зимнюю, то есть это 1 декабря, и замена зимней на летнюю с 1 марта. Но также по регламенту не запрещено ездить на зимней резине до 1 июня. Итог беспечности автолюбителей. В этих четырёх авариях два человека погибли, ещё шестеро получили травмы различной степени тяжести. И пусть отсутствие шипованной резины не было основной причиной ДТП, её наличие не исключено могло предотвратить трагедию. За данное нарушение, оно считается нарушением, но штраф не предусмотрен. Штраф только предусмотрен за износ протектора резины, порезы. Это правило прописано в техническом регламенте. Каждая резина рассчитана на свои погодные условия. То есть зимняя резина, она мягче, но в летний период она быстрее изнашивается, тормозной путь увеличивается. Сейчас весна активно вступает в свои права, и вроде бы можно скорее переобуть своё транспортное средство. Однако погода иногда гораздо на сюрпризы. И куда лучше, если они не будут с неприятными последствиями. Ведь статистика неумолима к тем, кто не соблюдает правила. С начала текущего года на дорогах республики в 61-м ДТП 9 человек погибли, ещё 75 получили травмы. Артур Махце, Максим Долгов, Вести, Карачаево-Черкесия. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 2,7, в горах минус 3, плюс 2, а днём 21-26 градусов тепла и местами плюс 13-18. В Черкесске без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 4,6, а днём 23-25 градусов тепла. С 6 по 9 апреля более 300 производителей и поставщиков мебели, комплектующих, фурнитуры, оборудования для деревообработки и мебельного производства на выставке ЮМИЦ. Найдите актуальные предложения для вашего бизнеса. Краснодар, Экспоград Юг. Бесплатный билет на выставку по промокоду ЮМИЦ на сайте юмитс.ру. Впервые в Кисловодском цирке с 12 марта. Московская шоу-программа «Джемелли». Информация на сайте циркус.дефискисловодск.ру. Телефон 2-96-58. Категория 0+. Чавыча, сёмга, красная икра. На рыбной ярмарке «Дары Камчатки». С 30 по 3 апреля в Доме предпринимателя. Город Черкесск. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. Научный сотрудник МГИМО, а также руководители Организации Международной Исламской Миссии и Всероссийского Межнационального Союза Молодежи с лекциями выступили перед студентами Карачао-Черкесского Исламского Института. Семинар по духовно-нравственному воспитанию молодежи организован в рамках проекта «Точка роста». Подобные мероприятия проходят во всех субъектах СКФО. Теперь и в Черкесске. Репортаж Алла Динаевой. Параллельно с учебным процессом в январе этого года в Карачао-Черкесском Исламском Институте начали вести ремонтные работы. Это пока первое отремонтированное помещение, где и собрались участники семинара, гости из Москвы и студенты этого вуза. Собравшихся поприветствовал председатель Координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» Исмаил Хаджибердиев. А ректор Исламского Института, он выразил слова благодарности и поддержки за проводимую работу. «Очень красивый ремонт сделал. Если везде так сможешь сделать, это будет очень хорошо. Меча Махабзиатин сделаем. Делаем меча Аллах, да. Самое главное, надо начать. Не испугаться, не бояться, надо начать. Потом сделаем. Я рад встрече с вами в стенах этого института, который является одним из самых первых исламских образовательных учреждений на Северном Кавказе. Обратился к собравшимся председатель централизованной религиозной организации «Международная исламская миссия» и один из организаторов данного мероприятия – Шафик Пшихачев. Он рассказал о целях и задачах проводимого семинара. «Международная исламская миссия уже 11 лет реализует программу взаимоотношений межнациональных и межконфессиональных отношений, гармонизации этих отношений, и в особенности в молодежной среде». В высших учебных заведениях нашей страны не так давно появилась образовательная программа «Теология, наука о религиозном учении». О его значении и почему так важно иметь религиозное и светское образование своим видением поделился благочинно Южного Карачаева-Черкесского церковного округа Евгений Суптельный. Этнограф-исламовед Ахмед Иерлыкапов проводит социологические исследования с конца 1990 года и бывал во многих регионах и встречался с людьми самых разных религиозных убеждений. Ведь это очень важно, чтобы создавать общую и объемную картину, говорит он. И в Карачаево-Черкесском исламском институте Ахмед Аминович бывал неоднократно. А еще участниками семинара были четыре преподавателя из Египта. Это практикуется давно. Каждые три года исламский институт заключает договор с Аль-Асхарским университетом и приезжают разные преподаватели. Шейх Абдул-Латиф – преподаватель высшей степени опытности и сейчас проводит занятия студентам по основам юриспруденции, исламской логики и арабскому языку. Что касается нас, эта группа впервые приезжает в Карачаево-Черкесию. Но до нас были группы, приезжали и тут выполняли свою договоренность между нашим институтом и Азхаром. Мы здесь по контракту на три года. Что касается студентов, их стремление к знаниям, оно выше нормы, можно сказать. И не хочу, говорит, хвалить перед рядом с ним, находясь рядом с ним ректором этого института, но он там похвалил по-своему это все. Остальное сказать, что стремится тут делать все как для студентов, так и для преподавателей. Лекции, дискуссии со студентами и мастер-классы в рамках семинара по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи «Точка роста» на базе исламского института проходили один день. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии провели профилактическую беседу со студентами Северокавказской академии. На встрече обсуждались вопросы, связанные с распространением экстремизма в сети интернет, деятельности различных националистических молодежных группировок, религиозных сект и других деструктивных организаций. В ходе встречи организаторы мероприятия рассказали основные составы преступления и правонарушения экстремистской направленности и террористического характера. Поговорили на тему формирования молодежи, негативного отношения к экстремизму, толерантного поведения и недопущения участия в несанкционированных публичных мероприятиях. Также студентам была разъяснена административная и уголовная ответственность за осуществление экстремистской деятельности. Таким был четверг Карачао-Черкесии, а прямо сейчас информационный вечер продолжит программу Владимира Соловьева. Оставайтесь на канале «Россия» и ждите вести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова